Не спать! Не спать! Эй, просыпайся! Покашеварим здесь, обзоры, обзоры Расскажут всё, как есть Кратисти капель Идет ругаться и кидать поставки Мы суждём только хорошие доставки Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим и сегодня воскресное обзорище И я не могу в воскресенье оставлять вас без обзора Под которой вы можете покушать Просто отдохнуть, послушать, посидеть Вот в фоне многие пишут там Типа я мою посуду и слушаю, как ты трындишь А некоторые даже писали, что они включают на ночь И засыпают под мой голос Поэтому не спать! Не спать! Эй, просыпайся! Извините, если я кого-то напугал Не хотел абсолютно Вообще прикольно Давайте напишем в комментах Чем вы занимаетесь, когда смотрите обзор Я понимаю, что 99,9% будут что-то есть Те, кто ест, пишут, что едят конкретно Давайте погнали у нас в такой челлендж А у меня сегодня вкусняшка Саперави кафе Грузинская кухня Причём современная грузинская кухня Я слыхал, что вот эта контора Она связана как-то с рестораном Вайме На который мы обзор снимали вместе с моим подписчиком Был интересный обзор Но хачапури по-аджарски там не очень зашли Так, доставка Саперави кафе Давайте что-нибудь закажем у них У них, в принципе, всё довольно классическое Плюс есть несколько необычных таких Немножко фриковых историй Наподобие, ну, например, вишнёвый суп Чриантели Не так часто встречишь Но я не буду его пробовать, не хочу Вот, я не знаю, зачем я про него поговорил Рулетики из баклажанов добавим Давайте Пхали, конечно же, пхали из шпината С имертинским сыром Короче, куча всего вкусного Хачапури по-аджарски О, ассорти из пяти мини-хачапури Почему бы не добавить, да? Неудобная, кстати, штука Вот если ты зашёл внутрь блюда И добавил в корзину Вот, добавил в корзину Закрыл И оказался сам в начале меню Ну, как-то капец И мне опять листать вниз В общем, ладно, сейчас дозакажем Всякого вкусненького Почти на пять тысяч заказ вышел Ну, в общем, заказали Надеюсь, привезут за указанное время И вообще, вы счастливчики, я должен сказать То есть, вот вы, там, смотрите мои обзоры, да? Знаете, хорошие доставки Забываете плохие доставки Это и для вас нормально Заказать какой-нибудь вкусной еды Сесть под любимую киношку Сериальчик и посмотреть А для меня это работа, понимаешь? То есть, я уже Всю еду мне приходится есть на камеру А не наслаждаясь чем-то Зато у меня есть время ожидания заказа Я это время могу с пользой провести С помощью платформы Яндекс.Эфир Я совершенно легко скоротаю Времечко под классный фильм Под классный сериал Или, например, под видосик Какой-нибудь блогер Того же Юрия Дудя могу посмотреть Да, полтора часа Юра Дудь, говно Ну, хотя, если я буду смотреть интервью, например, с Давидом Который два с половиной часа Скорее всего, уже доставку привезут Поэтому надо какую-нибудь киношку себе выбрать Интересную Я вот хотел, кстати, один фильм посмотреть недавно Старый добрый советский фильм Приехали на конкурс повара, называясь Я давно хотел посмотреть Я вообще люблю, в принципе, вот эти вот Кулинарную тематику в сериалах, в фильмах Мне нравится это посмотреть Особенно старые фильмы, они прям душевные А я этот фильмец сейчас и посмотрю Про трех забавных поваров из Еревана Которые приехали на конкурс мастеров По кулинарному делу Не хочу, не хочу, ничего не хочу Я чувствую, вы хотите, чтобы я сошел с ума У меня в голове салат Я думаю о деле, а вас это не интересует У меня в голове салат, я думаю о деле Но вас это не интересует Короче, я специально для вас сделал подборочку Классных материалов В том числе там будет и этот фильм Ссылка на Яндекс.Эфир будет в описании И конкретно вот посмотрите этот фильмец И давайте с вами поделимся мнением Как он вам зашел, не зашел Уже современные всякие Дэдпулы Это, конечно, хорошо, это интересные фильмы Но вот старые добрые русские там Фильмы 70-х, 80-х годов У них особый шарм есть Посмотрите этот фильм, очень рекомендую И заходите на мою подборочку на Яндекс.Эфире Ссылочки в описании будут Яндекс.Эфир абсолютно бесплатен Вы можете смотреть ТВ-каналы обычные В прямом эфире, не вопрос Это плюс к тому, что вы можете смотреть Кучу фильмов, кучу сериалов Куча подборочек, как я сказал, блогеров И так далее, и так далее Яндекс.Эфир доступен с любых устройств Компьютер, телефон, не вопрос Классный серий Дима, а тебе советую посмотреть сериал Воскресший Эртугру Мы сейчас с супругой начали смотреть вечером Офигенный турецкий сериал Такой в стиле викингов Про древние времена Эртугру такой, знаешь, это харизматичный детька Прям посмотри, реально Советую 1.50 и вся еда у нас Короче, первый косяк, это капец, конечно Вот так вот ехала еда То есть там, очевидно, хачапури Здесь, видите, прям остаток от бутылки Тут два момента Во-первых, бутылка Капец, как нагрелась Я, ну, то есть она Не прохладная Она прям вот 35,9 То есть я ее держу И не чувствую температуру Она температуры тела Это очень горячо Для напитка Так, ну, а хачапури Блин Ну и вот из-за того, что они вот так вот решили Поступить, да Оно вот так вот и сложилось Видишь, все продавилось 43, то есть довольно тепло все доехало Здесь хачапури, которые я отдельно заказал По-аджарски И набор мини-хачапури Это типа их фишка Прямо на сайте написано, что Мы это придумали Ну, придумали и придумали Ладно, еще бы придумали, чтобы вот так вот не возить И было бы славненько А вот здесь мы можем посмотреть Между прочим, что входит Вот в эту ресторанную группу Вайме Где мы уже были Мы пробовали Их хачапури Я думаю, что качество тоже Саперави кафе Сос кафе И что это такое? Комета А, комета Пиво и еда Вот, теперь мы знаем Что То, с кем работает О, наш дырадим Еще раз покажи Я аж дыраблен От этого видать Ну, и вот все остальное Что нам положено Баклажанчики Пхали из шпината Одна штучка Вот, смотри Дополнительно дают Влажные салфетки Это приятно И здесь, в принципе Везде горячая еда То есть, ну, просто поверьте мне Что Все по температуре Доехало достойно Начнем С хачапури Ну, я не знаю Стоит ли мне дальше Вот, еще раз бомбить О том, что у меня здесь Там отдельный желточек Прилип к коробке Или, что у меня тут Половина сыра С яйцом на коробке Из-за того, что Кто-то Бутылку поставил Ладно, давай Все Отстраняемся от этого В общем, просто По сервису Снимем им оценку И все Хачапури по-аджарски Ее я покупал отдельно Хачапури по-аджарски Стоит 350 рублей Это весьма разумная цена За хачапури по-аджарски А вот это вот все Это набор Мини пирогов Который стоит 700 рублей С чем эти пироги Будем разбираться Ну, судя по всему Они все с сыром Вот Плюс что-то там еще Но это В принципе Довольно интересно Довольно интересно Вот такие маленькие Хачапурки Это любопытно Как минимум Жалко здесь желтка нет А вот он Он есть отдельно Пускай там и будет Вот То есть тут есть Хачапурки Смотрите Это шпинат Какой-то зеленуха Просто сыр С помидором Это Какая-то сырная булочка Непонятно Просто булочка С сыром И еще одна булочка С сыром И плюс сверху Еще какие-то Типа картошки Либо это Под запеченный сыр Да Это под запеченный сыр Куском С улугуни видимо Вообще Вот такая вот история Друзья мои Вот такие хачапури Но очень мне Вот эта вот Основная хачапури По-аджорски Напоминает Хачапури Из ресторана Вайме Вот Ну мы поняли Их связь Соответственно Возможно Готовят абсолютно Так же Тесто не впечатляет Сразу скажу Это была проблема Вайме То есть сыр был Вкусный Тесто нет Ну давай проверим Здесь Вот так вот Поставлю Чтобы вы видели Ну то есть Как невкусное тесто Я наверное Неправильно выразился Просто Нетоповое тесто Для хачапури Вот так вот Назовем Само по себе Тесто нормальное То есть такое Пирожковое Нормальное тесто Дрожжевое Никаких вопросов К нему нет Но я слишком люблю Хачапури Для того чтобы Сказать что Тесто мне нравится Сырок внутри В принципе Хороший такой Солененький Ферментированный То есть чувствуется Сулугунистость В этом сыре А это радует Вот в целом Весьма Годно Съедобно Не топчик Но нормально То есть плохого Сказать прям не могу Давай попробуем Вот это мини Хачапульки С Шпинатом Наверное Потому что я видел У них большую Хачапури Со шпинатом В принципе Со шпинатиком Весьма Недурно То есть шпинат Добавляет Какой-то нежности У шпината Такое Легкое Что ли Ореховое Послевкусие Наверное Вот так бы я сказал И вот этот вкус Он подходит Очень к сыру Сулугуни То есть в принципе Если покупать Большой сулугуни Со шпинатом Это будет вкусно Я такое сочетание Не пробовал раньше А это с томатами Это Пицца По-грузински Причем Такой любопытный Привкус Как будто бы Там еще Знаешь Ну типа Чесночок есть Скорее Всего Его здесь нету Но Ощущения Такие присутствуют Что там есть еще Какой-то вкус Помимо помидорок Кстати помидорки Хорошие То ли черри То ли что-то У них есть хотя бы Какой-то вкус Вот Но это просто Лепешка с сыром Ну то есть То же самое будет И это лепешка Только с другим сыром Здесь натертый Здесь куском лежит Под запеченный сырок Вот Что хочу сказать Значит по поводу Сырных историй От ресторана Саперави Все-таки Это клон Вайме И здесь я Не дополучаю Кайфа От выпечки Она неплохая Она неплохая Но Мне она не заходит Потому что я ел лучше Вот Вот и все То есть Это возможно Из серии Зажрался Но так сложилось Что Действительно Я уже Много в своей жизни Попробовал Ребята Посмотрите Мне 6 лет канал Уже там Миллион обзоров Всяких Куча заведений Естественно Я много чего ел Поэтому с точки зрения Зажрался Мне все-таки нет Но с точки зрения Вот просто Зайти Поесть Или заказать Вполне нормально То есть Это неплохой Хачапури Вот так скажем И отдельно Мнение хочу высказать Насчет набора За 700 рублей Либо 2 хачапури По 350 2 хачапури По 350 Я ничего не взвешивал Потому что Нет веса На сайте Шашлык из курицы 390 рублей Стоит 200 граммов Весит Сравнить нам Не с чем Мы просто знаем Что это весит 200 граммов Здесь у нас Входит А что у нас Эти Вот вилок у нас Нету Нам не дали Хотя на сайте Было четкое Четкое поле Где было написано Количество перцов По идее Это предполагает Количество Посуды Вилок Ложек Которые вам дадут Чтобы все это съесть Но нет Так Шашлычок Под коньячок Вкусно очень Это куриная Грудка Это не куриные Бедрышки Стоит он 390 рублей А когда я сказал Про куриную Грудку А не куриные Бедрышки Я это в негативном Ключе сказал Потому что В шашлыке Куриные бедрышки Это вкуснее Чем куриная Грудка Она получается Всегда Суши Так Внутри сумах Мы видим В коробке Дима Видно на камере Красненькое То есть Посыпано сумахом Причем Как-то сбоку А Ну это видимо Лук был посыпан сумахом Лук чуть-чуть Замаринованный Потому что Здесь вышла влага Вот мы видим Прям Значит Лук Точно Как минимум Посолен Наверное Посахарен Был Чуть Подмаринованный Добавлен сумах Вот Что касается Значит Самого мяса Ну Пока Мы тут Триндели Все Конечно Подостыло Немножко Но Тем не менее Давай посмотрим На срезе Готовить на шампурах Это уже приятно То есть Скорее всего Даже может Над угольками Хотя Это не показатель Мясо Даже подостывшее В принципе Мягкое То есть Я порезал его Оно было мягкое Давайте проверим Насколько оно Сочное Потому что Жарить Куриную грудку Всегда опасно Приятный Замаринованный Лучок И в принципе Не дурная Куриная грудка Могу сказать Что они ее Не испортили Замаринована Она вкусно Они ее Не пересушили Когда готовили А по большому счету Что еще надо От шашлыка Из курицы Готовили они их Над углями Или нет Мне сложно Сказать Я не могу Понять Потому что Куриная грудка Готовится быстро И по большому счету Она Даже если захочет Она не успеет Напитаться Ароматами дыма Вот Поэтому я здесь Не могу сказать То есть Приблизительно Так же бы И приготовили На каком-нибудь Газовом гриле Или там На инфракрасном Каком-нибудь Мангале Типа такого Вот Весьма не дурно То есть неплохо Приготовлено 390 рублей За За 200 граммов Ну там где-то Наверное Может 170 граммов Самого мяса Готового Наверное Я бы эту цену Понял Если бы у нас Еще было В агарии Два в идеале Соуса Типа Сацебели И какой-нибудь Чесночники Например На айране Или сметане Вообще Было бы отлично Вот этот набор Я бы оправдал Ценой 390 рублей Так наверное Все-таки Дороговато Вот Но неплохо Неплохо Приготовлено Так что еще Давай хинкальки Посмотрим Вот хинкали Прям четкие Прям как Ваймы Я не помню Точно как они Выглядели Но мне кажется Все готовят Приблизительно Так же Те же яйца Только В профиле Хинкали На полбиной Муке 5 штук С говядиной 390 рублей Вот так вот Даже по весу Я ощущаю Что это блюдо Стоит 390 рублей Потому что смотри Оно будет весить Блин 560 Граммов Если там Окажется мясо Это уже будет Все Это будет Одобрямс Зари здоровый Кихинкали Оп Там правда Бульончик Вылился Ну потому что Они Пока доехали Вот давай У нас Выпал кусочек Мяса Да Посмотрим На кусочек Фарша Точнее Он вот такой В принципе Нормальный Кусочек Фарша Удивительно Знаете Какой факт Обычно Сколько я Заказывал Хинкали Они как правило Чуть-чуть Пересолены Вот есть граница Когда нормально Солено И как правило Вот почему-то Фарш делают Чуть более соленый А здесь он Чуть-то пресный Недосоленый То есть перца Специи нормально А вот соли Не хватает Так давай Вместе с полбиной С полбиным тестом Попробуем Вот эта полба А полба Это тоже пшеница Только она Ну какая-то Немножко грубого Помола Видать там Вместе с ростками У нее есть привкус Какой-то свой особенный У меня он ассоциируется Я не такой Чтобы рыбак Но все-таки Он у меня Почему-то Этот привкус Ассоциируется С прикормкой для рыбы Вот я не знаю Ну Рыбаки Есть же Наверное Среди моих зрителей Ну вы же там Готовите Не знаю Там прикормку На карпа Да Приманку Чтобы закидывать Там и карп К вам приплывал Вот это что-то Типа такого Привкус То есть я немножко Ся карпом Сейчас ощутил Что касается начинки Она островата То есть там перца Прям ну по-грузински Хорошо Мне это нравится Мне это нравится Других ароматов Особо нет Хотя может быть Немножко кинза Какая-то там присутствует Но недостаточно соли То есть в этом блюде В целом Недостаточно соли Фарш солить Чуть больше И будет Будет норм За 390 рублей Это сколько будет Одна Стоить Хинкалина Ой 390 разделить На 5 90 рублей С доставкой Да Где-то 90 рублей Так-то можно И по 60 Хинкали найти Но это с доставкой Это как бы ресторан То есть в принципе Эту цену я одобряю Этим блюдом Ты наешься С чем еще У нас ассоциируется Грузинская кухня Конечно же С супом Харчо А харчо Это визитная карточка У них на сайте написано Что у них дофига фирменных харчо Харчо 350 рублей А весит харчо за 350 рублей 340 граммов Дороговато для супа Дороговато Тут как бы я спорить с вами не буду Но давай посмотрим На его прикрасе Харчо довольно жиденькое Кстати У них же на сайте я прочитал Что Они хотели бы вернуть Типа традицию Воспринимать харчо Как второе блюдо И оказывается Харчо видимо В Грузии считается Вторым блюдом Но чтобы его считать Вторым блюдом Оно должно быть Чуть более концентрированным А не вот А не жиденьким таким Здесь два кусочка мяса Ладно Придираться не будем В конце концов Харчо Главное вкус Острота Аромат И прочее Чувствую ли я сейчас Аромат харчо Какой-то божественный Пожалуй нет Я вам отвечаю Вот кафе Какое-нибудь Грузинское Где делают Офигенный Харчо Воняет Просто вот В радиусе Нескольких кварталов Я такое кафе Посещал Блин Доедем Как-нибудь Вам снимем Самый вкусный Люля-кебаб Который я ел Один из самых вкусных Хачапури И самый божественный Харчо Который вообще Я пробовал Своей жизнь Пахло я говорю Подходишь к кафе И пахнет уже Издали просто Ну возможно Там с вентиляцией Что-то не то Не знаю Давай попробуем Здесь довольно Скромненько Ммм Не, хотя Не, по вкусу Хорошо Нормально Вообще бульончик Душевный Кусочки говядины Очень мягкие Хороший рис Не кашкой Ну могу сказать Что это вкусный То есть по вкусу Это хороший Харчо Может быть Чуть-чуть его Более Загустить Чтоб там чуть побольше Риса было Поменьше бульона И всякое такое Вот он был бы Прям вообще топчик А так хорошо То есть я чувствую Привкус Кинзы Легкий Кориандрик Все Ну то есть Все что должно быть В харчо И он Островатый Довольно сдержанно Кстати острый То есть кто не любит Острое Это харчо съест Нормально И по соли Отлично Короче я одобряю Такое харчо И говорю Единственное что За эти деньги Он бы мог быть Более насыщенный Или порция побольше Все таки для супа Стоимость вот 350 рублей Она как бы Обязывает немножко То есть ну хотя бы Я не знаю там Бесплатно бы Булочку бы дали Знаешь что-то такое Там баночку Зеленью еще Чтобы сверху Накрошить кинзы И той же самой Да дополнительно Вот Ну а так как бы Скромненько Суп годный Но дороговато Для него Это мое Оценочное суждение Могу ошибаться А вы можете со мной Не соглашаться Давай цыпленка глянем Это у нас цыпленок Пагурийски И в общем то Вот так вот Он становится Цыпленком Пагурийски У нас здесь соус Сливовый Да что ли Что это за соус Тут 90 рублей стоит Цыпленок Пагурийски Без косточек Причем Ну что я могу сказать Это вообще Капец как дорого А кстати Этот соус Ежевичный Между прочим Странный у него Вкус какой-то Как будто бы он Это Подкис маленько Хотя ежевика В принципе кислая Я вообще не люблю Ежевику Честно Вот внешний вид Ежевики Мне очень нравится Она Наверное Самая красивая ягода А по вкусу Одна из самых Неинтересных В общем цыпленок 600 рублей С соусом Ежевичным Почему-то написано У них на сайте Без косточки Хотя вот я четко Держу за Кость голени Я так смело Откусил В надежде Что действительно Может быть Как-то косточки Они достали Но пожалуй нет Все-таки Соус отвратительный Прям совсем Не заходит И Ну Я не думаю Что он скисший Просто возможно Ну наверное Ежевика Она такая Когда ее Перетираешь Ну прям Ощущение Скисшести Серьезно Эффект Мне не понравился Соус вообще Невкусный У него нет Какого-то Яркого Вкуса То есть Например Берешь Бруснику Брусника Обладает Очень ярким Вкусом Берешь Клюку Она обладает Чуть большей Кислотой Но вкус У нее чуть Менее яркий Например Чем у брусники Ну и там И так далее Клубника Вообще Бомба Облепиха Еще бомбее И так далее Ежевика Это уныло Ну чисто Для того Чтобы на сайте Написать У нас там Ежевичный соус Ну да Звучит эффектно А по факту Вообще не интересно Сам цыпленок Приготовлен Нормально Это цыпленок Приготовлен В стиле Тапака То есть Придавленный Расплющенный Вот такой вот Цыпленок Нормально Приготовлен Вкус у нее Хороший То есть там Тоже он посолен Все как надо Все хорошо Но вот этот соус Абсолютно неинтересный За 600 рублей Брать такого цыпленка С этим соусом Я бы не стал У них вот есть Например Цыпленок По-гуриски Это окей Но у них есть Еще и Куть еще цыпленок В чесночном соусе В чесночном соусе Вот его лучше брать Он я думаю Что будет вкуснее Сам цыпленок Приготовлен годно Все ребята Что у нас А давай Пхали попробуем Пхали они Причем не сильно Заморачиваются Насчет внешнего вида Вот здесь вот Такой Большую Довольно порцию Пхали кладут Пхали и шпината 280 рублей Тут сырок И тут еще какая-то Еще сырок Видимо Это же Это же не хлеб Это сырок Наверное 280 рублей 150 граммов Что ж вот это такое Нет Какая-то лепешка Ну Это жесткая И невкусная лепешка А вот это сыр Камердинский Рассыпчатый Неплохой сыр Хороший сырок Да Ну ладно Давай попробуем Что из себя представляет Само пхали Ну вообще Пхали приготовить Невкусно Довольно сложно Я бы осмелился Такое съесть Конечно Ну опять-таки Разговоры про цену Они всегда Очень субъективны То есть понимаете Если вы там Пхали не очень дешевый продукт Сам по себе Кажется Что такого там Шпинат Да Орехи Блин Ну а шпинат Сколько стоит А орехи Сколько стоят То есть в принципе Это продукт Не дешевый Потому что изначально Ингредиенты для него Не дешевые Поэтому ты получаешь Мало продукта За большие деньги И как бы Да То есть вот Можно вечно сравнивать Там за эти деньги Можно там Две шавухи купить Ну да Можно купить Две шавухи Если вы в таких категориях Мыслите То для вас Эта цена Покажется высокой Для кого-то Может быть Эта цена Покажется низкой В общем Все очень Относительно Относительно До шага Вообще Все что мы Сейчас Это стоит Безумных денег Так У нас уже Остывший Люля Кебаб Есть Из баранины Давай посмотрим Его 420 рублей Стоит Вот такие Две штучки Люляшки 180 граммов За 420 рублей Люля Кебаб Из баранины Тоже С лучком Тоже С сумахом Сумах Так же Как и в курице Все таки Он идет Отдельно То есть Я думал Они вместе С луком Его перемешиваем Но нет Сумах Они сыпят Вот здесь Вот горочкой И как бы Зачем Замаринованный Лук Дает влагу Сумах В итоге Превращается Вот в эту Бесполезную По большому счету Кашку То есть Либо сразу Его перемешать С луком Либо посыпать Люля Кебаб То есть Ну как Вот А так Получается В никуда Просто Мы всыпали Этот сумах И все Соуса Опять таки Никакого нет Равно Как и вилки Бодно Сделанный Люля Вкусный Действительно Баранин Чувствуется Привкус Баранин Вот этот Курдючный Мне нравится I like it Но здесь Абсолютно Четко Это блюдо Дорогое Для той Подачи Вот Которую Я вижу То есть Я говорю Если бы здесь Мне бы подали Два соуса Дополнительно Какой-нибудь Маленький Кусочек Хлеба Я бы был Удовлетворен То есть 420 рублей Когда ты Вот эту сумму Платишь Ты хочешь Получить Все-таки Блюдо А блюдо Это как бы Второе Первое И компот Я уж не требую Компот Как бы Но Оно должно Быть как-то Дополнено То есть Оно За эти деньги Должно быть Укомплектовано Что ли Потому что Это Жигули На минималках А мне Хочется Хотя бы Солярис Чтобы был Вот С кондиционером Вот тогда Меня бы Это устроило За 420 рублей В таком виде Я брать Не стал Но Люля Приготовлен Неплохо Так У нас рулетики Из баклажанов Причем Аж В двух Вариантах Смотрите Баклажаны С сулугуни Томатами И специями Вот эта вот Штука Причем Смотри Она такая В каком-то Соусе Типа Томатный 470 рублей Стоит А есть рулетики Из баклажана С начинкой Из фундука И специй Стоит 400 рублей Чуть подешевле Но тут 4 кусочка Тут Их 3 Выглядит Все ровно Так же Как на картинках Никакого обмана Вот Давай немножко Взвесим Да Блюда Которые за 400 рублей Вот сколько Они могут весить Ну вот это 170 граммов Нет 211 Так Давай здесь угадаю 150 Блин 133 Опять не угадал Короче У меня вообще Ни глаз Ни алмаз Ни фига Ни разу Рулетик С фундуком Смотри Тут толстый Такой кусок Баклажана Причем Со срезанной Кожурой Видите Он абсолютно Светлый Зернышко Граната И в общем Вот Такой Вот рулетик Давай его Сейчас Бахнем Четкий рулетик Очень хороший Ореховый Ореховый вкус То есть прям Чувствуется фундук Чесночок Перчик Соль Как бы И все норм Все норм Это действительно Неплохие рулетики Цена Проехали Вы поняли Вот Но вторые Они какие-то Более аппетитные Что ли Потому что Потому что Они пышат Сочностью Какой-то Влагой Смотри Там Все Они тушеные Что ли Я не знаю Как это приготовлено Давай попробуем Один достать Чтобы как-то его Рассмотреть В общем Вот такое вот Жидкое блюдо Хочется попробовать Серьезно И очень томатный Аромат оттуда идет Прямо Именно томатный Просто огонь Потому что Здесь Феноменально Беспроигрышный Вариант Сочетаний Сыр сулугуни Обожаю Просто Король сыров Баклажан Обожаю Баклажан Это Овощное мясо Как я считаю И Абсолютно Изумительный Томатный Вот этот Вот соус То есть Вкус томатов Прям Вот вкус Томатов Бомбически Вкусное Блюдо Я не знаю Что сказать Серьезно Я вот в таком формате Никогда не ел еще блюда То есть для меня это Несмотря на то что Вкусы все понятные Для меня это новый В целом Вкус получился Я ставлю Пять с плюсом За это блюдо Это очень вкусно Серьезно У нас же Вот как это В каждом Вот заведении Если хорошее То есть Всегда какая-то Зацепка Зачем хочется Вернуться Да Даже вспоминая Курочку Ромы При всех там Приколах Вокруг Этой всей истории Но Крылья Которые они там делали Это прям Вообще Это реально Огонь Очень вкусные Крылья Прям Вот так Вот Потом ресторан Starlight Diners Да Коктейль Сникерс Диман Это то Ради чего Я готов Ехать Starlight Diners И там Вкуснее Чем в Беверли-Хиллс Например Мы сравнивали Я это знаю Вот То Таких заведений Немного Где есть Вот действительно Какие-то Зацепки За которыми Ну которые Я вспомню И вернусь Вот это блюдо Это такая зацепка В заведении Как она называется Сапирали Кафе Блин Изумительно вкусно Тебе оставляю Дим Ты должен попробовать Очень вкусное блюдо И что у нас В общем-то Остался Джабсандал И О Вот можно Знаешь Обычно Холодную привозят И пока Обзор идет Нагревается А тут привезли Теплую Пока стояло Подостыло До комнатной температуры Самый горячий напиток За всю историю Обзоров По кашеваре Запомните это Ладно Возьмем В общем Аджабсандал Аджабсандали Точнее У них так написано Хотя Ну вроде Грузины называют Аджабсандал Ладно Не важно 420 рублей Я тоже у себя На канале Готовил Это блюдо И оно У меня по-моему На канале тоже называется Аджабсандали А не Аджабсандал 264 Грамма Это блюдо Мега овощное То есть тут баклажаны Тут томаты Блин Слушайте Томаты у них хорошие Даже по кожуре Мы видим Что они прям Четенькие такие томаты Вон они Куски баклажанов Очень ароматное блюдо То есть сейчас Прям от него Очень душевно пахнет Блюдо Без мяса Вообще А блюдо Без мяса Вообще Законно ли Чтобы блюдо Без мяса Стоило 420 рублей Я не уверен Аджабсандал Это по сути Овощное рагу Овощное рагу Овощное рагу За 420 рублей Ну такое Давай попробуем Она кстати Почему-то холодная Приехала То есть вообще Для меня В принципе Аджабсандал Всегда ассоциировался Все-таки С горячим блюдом Ну то есть Ты его приготовил Потушил Положил на стол И ешь Вот Здесь же она приехала Холодная Как холодная закуска Вот Имеет право На существование Нет Это абсолютно нормально То есть Это такой типа Ну типа лечо Ну вот как в банке Вы заготавливаете Всякие там Да На зиму покушать Вот это из этой серии Ржабсандал Можно легко Закатывать в банке С овощной точки зрения Богато Ароматно Хорошо приготовлено Соль Все Специи Все хорошо Хороший Вкусный Закусончик Да Ну как Наверное Закусончик Все-таки Не второе блюдо Цена Чуть неадекватная Ну уж как есть То есть Приготовлен Он хорошо Но все-таки Насколько же Я хочу съесть Тот последний кусочек Баклажанов Очень вкусно Да я шучу Конечно Я тебя оставлю Ты должен попробовать Потому что Прям Изумительно сделан За предыдущим Блюдом В Сапераве Кафе Стоит Заехать Где у них Там есть же Наверное Места Или заказать Прям закажите Обязательно Баклажаны В томатах Сулугуни Так Давай попробуем Вот эту Гамарджоба Саперали Лимонад Это что Прям грузинский Что ли А Они у нас делают Не Подожди Гоню В Грузии делают А импортируют А импортируют К нам Официальный Импортер ООО Миура Россия Так Состав Вода Сахар Диоксид Углерода Ароматизатор Идентичный Натуральный Я всегда Очень хорошо Отзываюсь Ну мне очень По вкусу Нравятся Напитки Натахтари Или Натахтари Кто как Называет Но в них Состав Блин Куча аромочек Ммм Прям виноградный Этот Действительно Натахтари Саперай Как будто На одном Заводе Льют Прям вот Виноградный Натахтари И вот это Гамарджоба Саперай По вкусу Абсолютно Одинаковые Серьезно Вот сколько Стоит напиток Сейчас давай Посмотрим Это 0,5 120 рублей 120 рублей Стоит 0,5 Такая вот Газировочка Там куча Всяких Видов Ну что Получается Мы все Попробовали Да Из того что Я заказал Мы Говорю Попробовали Попробовал Это я А Дима Стоит мучается Ничего Тебя там Ждет божественный Баклажанчик Блин Вкусный Вот Все попробовали Что хочу сказать Да не Не расходимся Хотел сказать Типа расходимся А что Не расходимся То есть в целом Место Годное Я не могу сказать Что что-то тут Прям плохо Такого Прям плохого Тут Из всего того Что с нами Случилось Это пожалуй Только Доставка В виде Бутылки Которая Испортила Нам Хачапури Каких-то других Печалей У меня Нет Есть Немножко Как бы Пожелание Что Если уж там Блюдо Стоит Недешево А 400 500 600 Рубля Это все Недешево Да То блюдо Надо Подавать За эти Деньги Я хочу Подачу Пускай Это будет Вот такая Скромная Коробочка Пускай Это хорошая Коробочка Кстати Она Нет Это наверное Все таки Термо Термоустойчивые Коробки Но я надеюсь Я надеюсь Соперай Знаю что Нельзя класть В коробке Для холодных Блюд Горячие Блюда Потому что Это очень плохо Когда плавится Пластик Это Не полезно Для здоровья Но я думаю Что это для горячего Упаковка В общем Пусть это будет Такая Упаковка Но будет Укомплектована Если будет Укомплектована У меня не будет Вопросов К цене Положите Несколько Помидорок Один соус Положите Вы Аджики Серьезно Положите Вы Аджики Все Сацибели Сацибели Лучше Не надо Аджики Сацибели Все Будет изумительно Прям все Никаких вопросов Булочку Маленькую Положите Вообще вопрос Вот То есть вопрос Как бы К небольшой Недоделанности К легкой Жадности Либо невнимательности К тому Что можно Сделать Лучше Вот Это как совет Хотите слушать Хотите не слушать Ваше дело Ваш бизнес Я не лезу Еда В целом Годная В целом Годная Харчо Изумительные Томаты Повторюсь В десятый Раз Но Есть Как бы И Невкусные Вещи Такие Как Например Соус С ежевикой Вот И булочка Например В комплектации С Пхали Она Тоже Ни о чем Ну А в целом Это все Очень даже Съедобно В общем Ресторан Или кафе Сапирали Кафе Не уходит Не уходит В какой Либо Негативный Список Но тем Не менее По рейтингу Мы сейчас Все проверим Мы сейчас Выставим И И Выставим Все Такая Вот оценка 62,5 балла Неплохо Нехорошо Средненько Но в общем То в целом Так же Как и ощущения От этого Заведения Цена Я поставил 3 Потому что Считаю Что цена Завышена Относительно Подачи Блюда Которые ты ожидаешь От ресторан Вкус Качества Я поставил 4 Потому что Считаю Что это место Весьма достойно То есть Тут нет плохих Примеров еды Тут есть Как бы Нормальная еда Которую В принципе Весьма Можно даже Съесть Соответствие 3 Я почему Ставлю 3 Да потому что Какого фига Нет громовок На сайте Всем У кого нет громовок На сайте Я ставлю 3 Но В целом Как бы Вроде Вес Нормальный Был бы Если бы были громовки Сервис 2 Ни салфеток Ни ложащик Ни вилочек Ничего Не положили Плюс курьер Там по 10 раз Перезванивал Что-то В общем Много непоняток Разных Скорость 3 Ну конкретно До меня Везли Довольно долго 2 часа Это немало Поэтому ставлю 3 Температура 3 А температура 3 Из-за чего Нет Еда Была Весьма Горячая Но Блин Напиток Который Практически Обжигает Руку Это Ненормально Поэтому 3 Ну и Лайк Вот Все-таки В данном Случае Я Пожалуй От себя Поставлю Я редко Так поступаю Потому что Лайк Либо он Есть Либо Его Нет А это Как бы 2,5 Скорее В принципе Можно Посетить Это место Это Мое Мнение Ставим Половину Вот этого Критерия Оценка Такая Общий Рейтинг Оценок На все Обзоры На все Заведения На которые Были сняты Обзоры На канале Покашеварим Есть На сайте Покашеварим.ру Можете туда зайти Свои отзывы Оставить Фотографики Приложить Комментарии Написать Или там Выразить Лайком Или дизлайком Своё отношение К тому или иному Кафе Так что Заходите Тоже Участвуйте Ну и выбирайте Вкусные места Для того Чтобы поесть И не забывайте Что в описании К видео Есть подборочка На Яндекс.Эфир Где вы можете Хорошо душевно Скоротать время Под фильмец Или сериальчик Связанный С едой Переходите Яндекс.Эфир Покашеварим Обзорище Воскресенье До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok